Шольц держался на пресс-конференции с Путиным уверенно и решительно, защищая свои принципы, пишет газета «Тага Шпигль». Он дистанцировался от Герхода Шрёдера в присутствии его друга Путина и затронул такие темы, как «Мемориал», «Дойче Велли» и «Алексей Навальный», возразил на упрёк президента России о якобы вероломно развязанной НАТО войны посредством операции в Косово. Шольц также впервые упомянул «Северный поток-2» в связи с возможными санкциями Запада против России. Находясь в Кремле, он тем самым дал чёткий сигнал, что экономические интересы не остановят Германию, если речь пойдёт о санкциях в случае эскалации. Популярный в Германии таблоид Bild пишет. От своей предшественницы Ангела Меркель Шольц узнал, что в разговоре с Путиным действуют лишь чёткие слова. Тут надо отвечать на всё, отражать любые атаки. И именно это он и делает во время последующей пресс-конференции. Совместное выступление Шольца и Путина перед журналистами автор статьи оценивает как словесную дуэль о мире и войне на открытой мировой сцене. Отказ Шольца от российского ПЦР-теста журналист комментирует так. Никакому зарубежному государству не будет позволено ковыряться в носу у главы правительства Германии. Шольц говорит, что возможную войну между Россией и Украиной нужно предотвратить любым способом, сообщает издание Франкфурта Allgemeine Zeitung и цитирует эмоциональные слова канцлера Германии в этой связи. «Это наша чертовская обязанность и наша задача не допустить военной эскалации». Также не остался без внимания журналистов небольшой укол Шольца в сторону Путина при упоминании темы расширения НАТО. «Нам не придется, вероятно, этим заниматься во время нашего пребывания в власти. Не знаю, как долго президент собирается находиться на своем посту. У меня, по крайней мере, такое чувство, что это может продлиться долго, но не вечно». Ангела Меркель не смогла бы сформулировать это лучшее, констатируют немецкие журналисты. «Предчувствие весны в России». Под таким заголовком вышел комментарий в издании Франкфурта Rundschau. «Разрядки атмосферы переговоров способствовал спешно объявленный отвод российских войск с украинской границы», считает автор статьи. Комментируя конфликт вокруг Украины, журналист отмечает, что возвращение к выполнению минских договоренностей по крайней мере на какое-то время уйдет из повестки дня в связи с предложением Госдумы России признать ДНР и ЛНР. Однако, если реализация минских соглашений окажется невозможной из-за сопротивления украинской общественности, утепель в Москве может быстро прекратиться, считает издание.